В частности, на встрече речь зашла о дальнейшем развитии Краинвестбанка. Ранее РНКБ стал его инвестором. Для Кубани сегодня это одна из ключевых кредитных организаций. Сейчас там обслуживается около 450 тысяч кубанцев. Отдельно банк работает и с предпринимателями края. На встрече обсудили условия кредитования малого и среднего бизнеса. По мнению главы региона, важно поддерживать не только тех, кто уже состоялся, но и тех, кто только открывает свое дело. Не каждый банк готов идти по границе, где-то рисковать. Потому что, в самом деле, это тоже кредитование. Где-то надо поверить даже в клиента. Можно бизнес или молодого паренька, который хочет заниматься бизнесом, или пустить большое плавание, или обрубить его на берегу. Вот важно почувствовать его, поверить, может он стать большим бизнесменом или нет. Может ли он создать даже пусть средний бизнес или не может. Вот здесь и вопрос вот этих финансовых продуктов, их доступности, а еще и в чьих руках, кто продавец этих финансовых продуктов. Насколько он чувствует клиента, насколько он готов вместе с ним разделить ответственность за то, что получится у него или не получится. От этого и зависит будущее экономики. Весь фокус нашего развития, он оцелен на юг России. Наша система принятия решений, она короче намного, чем у некоторых других конкурентов. Обладая, соответственно, капиталом, обладая ликвидностью, соответственно, наша основная задача – это выстроить качественный сервис. И мы двигаемся по этому направлению. Средний бизнес, он для нас уже серьезно важен, как малый бизнес. Для нас эти 100 миллионов кредитов, 50 миллионов кредитов, 500 мы рассматриваем, в том числе индивидуально. Важно, чтобы банк оставался надежным партнером края, отметил также Вениамин Кондратьев. Участие финансовой организации планируется в приоритетных для Кубани проектах. Это развитие туризма, сельского хозяйства и промышленности. Но и в этом случае банк должен объективно подходить к выдаче выгодных кредитов. Очень важно, чтобы не было своих чужих. Потому что история края из банка показывала, что там, где проект на самом деле рентабельный, и он почему-то не рассматривался и даже на порог не пускался. А там, где явно экономики нет, а кредиты давались, давались на выгодных условиях, как бы глаза закрывались. Главный критерий – это на самом деле рентабельность проекта, обеспеченность его, возможность реализовать того, кто пришел за деньгами. И на самом деле все это в совокупности даст дивиденд и банку, и кто пришел за деньгами экономики региона. Краинвест сегодня входит в число крупнейших банков. Зарплату в нем получают сотрудники более 3,5 тысяч организаций, большинство из которых бюджетные.